А про четыре направления еще ты не договорила? Про четыре направления? Ну, я просто упомянула в том, что одно из этих направлений – это деньги. Я про это, я имела в виду, что у нас, в нашей школе, четыре фактора успешной практики. Одно из них – деньги. В любом случае. А еще чего? Учитель – школа, место практики, деньги. А суперспособности? Суперспособности есть у всех. Я считаю, что это не совсем о чем речь. Я хочу сказать вообще, в принципе, про духовность. А духовность мы считаем гуманистические идеалы? Понимаешь, мы же не отшельники, мы не монахи. Мы не святые люди, мы социальные люди. Вот если мы не говорим про, скажем так, какой-то прям уход туда, в духовность. Хорошо, ок, мы тогда сидим, медитируем. Мы про социум тогда вообще не вспоминаем. Но если мы говорим о том, что мы все-таки ходим в магазин и за хлебушек денежку платим, то все, стоп, мы социальные люди. И поэтому я упомянулась, что я очень давно в своей группе нашей школы администратор. Очень много прошло через меня вот этих вот обсуждений. То есть переписки на все вот эти темы духовность, недуховность. Мы это переваривали очень много. Я их просто закрыла несколько лет назад, чтобы к этому не возвращаться. Все начинали мериться, кто более духовный. И это было вообще в группе запрещено. У вас не было такого, что все начинали, вот цигунист должен быть таким-то. У йогов просто бывает такое, вы же йог, вы должны быть гармоничны. Этого очень много. Это будет, я к чему хочу? Я хочу уйти от контекста цигун, йога там и так далее. Видишь, это все есть. Везде есть шаблоны, каким должен быть преподаватель там цигун и так далее. Да, у нас в школе он не должен там курить и, по-моему, что-то такое пить. Но это, знаешь, это все настолько, ну, а кто будет проверять? Просто нужно понимать, где отличить вот это социальное, да, где вообще в принципе человек, если он человек, если у него в голове хоть что-то есть, он должен понимать. Не будем библейскими, да, там какими-то вещами говорить или какими-то еще. Но ты не причиняй вреда другому человеку, а свои какие-то там косяки старайся переработать, а свои какие-то преимущества старайся усилить, да. Ну все, вот это духовность. Вот если человек сам целенаправлен в этом направлении, работать над собой вот именно в этом отношении, ни цигун, ни йога, ничего, они не приведут к улучшению человека как человека с теми духовными параметрами, которые заложены в гуманистическом понимании, да. То, что вот у нас осталось от разрухи нашего союза, да, когда люди, в общем-то, понимали, что такое туда высокие цели гуманистические, хороший там человек, да, то если человек не целенаправлен туда, ребята, ну нет. То, что ты сидишь, смотришь, красный шарик там у себя, долго стоишь в дереве, нет, ты как завидовал чужим шмоткам, чужим достижениям в цигуне, продвижению кого-то там по службе, а здесь продвижению по уровням преподавания. Ну, все будет то же самое, ну а что может поменяться? О, есть зависть по уровням преподавания? Я к тому, что зависть, она останется завистью, она никуда не денется, ну а что с ней может стать? Ну, в принципе, теоретически это может, наоборот, мотивировать. На начальных уровнях, да, в любом случае это будет мотивировать, ну а потом что ты с этим сделаешь? Вот смотри, вот человек с низкой энергетикой, давай назовем просто вот эти все практики энергетическими, уберем слово духовность, да, мы разобрали, что духовность, это вроде там где-то вот связано с гуманитарностью, там с гуманистическим подходом, с социальными какими-то представлениями о том, да. А все-таки, скажем так, если мы занимаемся там йогой, цигун, рейки и так далее, конечно, много физиологии, очень много заложено в здоровье элементарном тела, в расслаблении мышц, в хорошем кровотоке, в эластичности связок, это все есть здоровье, которое относится просто к физическому, и если ты чем-то занимаешься, то к физиологическому здоровью это приводит, это без магии, это вообще вот на базовых уровнях никакой магии нет, это просто элементарные базовые возможности нашего организма, регенерация. Вот мы все говорим, ребенку нужно там хорошо кушать, не будем затрагивать ту тему, с которой все началось, но ребенку нужно хорошо кушать, ему нужны все витамины, да. Ему нужны все витамины, ему нужны там все микроэлементы и так далее. Почему? Человечек растет, ему нужно как-то выстраивать свой организм. Простите, а что у нас взрослый человек, у которого идет через какой-то период обновление тканей, ему это не нужно? Ты знаешь, как вот в определенном возрасте люди говорят, все, я детей родил здоровых, мне уже больше ничего не надо, я буду пить, курить, мне уже это можно. Пардон, но у тебя обновляются клетки очень быстро в слизистые, у тебя обновляются клетки мышц, они же какие-то умирают очень много, а какие-то восстанавливаются, это же все время, это цикличное, оно может быть с разным периодом, но это регенерация, откуда новая клетка будет брать свой ресурс? Все так же, из того же питания, все те же микроэлементы, это все, все то же самое. Это базовый физический уровень, он к духовности, к энергетике пока что никакого отношения не имеет. Просто люди, которые начинают заниматься этими практиками, они начинают более педантично отслеживать свое состояние внутреннего тела, сидеть в этом расслабленном состоянии, зажимы убирать, кушать что-то, как бы более здоровую пищу. Кто-то от курения отказывается, кто-то от алкоголя, кто-то от чего-то еще. Это никакой магии, это физика, это организм, это физиология. Нет еще никакой тут практики, даже энергетической. Но, безусловно, всякие эти упражнения, в энергетических практиках, они что-то такое дают, но они энергетические. А стержень духовный человека, у нас было очень долгое обсуждение на тему, чем отличается опасность в нашем контексте цигун, но я все равно все вывожу, понимаешь, все надо масштабировать. Я вывела это все равно на тему духовных, типа духовных, но энергетических практик. Вот человек внутри какашка, он берет нож и идет, убивает другого человека этим ножом. Человек в душе хороший, он берет нож, отрезает ломать своего хлеба и идет, берет, отдает его голодному. Нож и один и тот же в обоих случаях, в обоих случаях, да? Но, если человек как бы хороший, он делает хорошее. Если человек плохой, он делает плохое. А, собственно говоря, чем вот любой инструмент развития отличается от ножа? В практике, в практике так понимаю, что может быть тема, что когда ты вовлекаешься в эту практику, у тебя так перестраивается ум, мозг, какие-то нервные связи, что ты сам того не желая, можешь поменяться. Видишь ли, в чем дело? У меня очень узкий круг общения, а в последние годы он вообще сузился, но я просто на самом деле вообще не хочу смотреть на то, что вокруг происходит. Так это ты у нас вызвала локдаун. Вон кто все принес. Да, это была я. Понимаешь, что все дело? Из тех людей, которых я наблюдала, я не увидела, чтобы они вот как люди стали лучше. Или если ты попадаешь, например, на семинарскую тусовку. Но есть же тема, что человек не меняется. Почему-то люди десятилетиями занимаются, а качественного улучшения в том понимании, в котором обычный человек приходит в практику и ищет вот этого улучшения внутреннего состояния. Ему нет. А вообще цигонные практики позиционируют, что на выходе мы получаем? Наша школа позиционирует, что человек начинает в конце пути доходить до такого уровня, когда он начинает обучаться у духовных верхних учителей. Не здесь, а там. То есть это вот прям конечный итог. В Шиолине в смысле? Нет, не в Шиолине. Наша школа помогает своими упражнениями туда подойти. Я думаю, что, наверное, ну... Куда? Китайцам? Или как? Нет, не китайцам, а просто вот... Ну как? У каждой школы у нее есть хранители наверху. Да, то есть... В смысле они материальные? Не, материальные, да. Имеется в виду... Я очень не люблю эти сказки, потому что... Ну, это невозможно проверить. Это невозможно проверить, это невозможно доказать, и никто этим не занимается. Я считаю, что у нашей школы, она достаточно старая для того, чтобы, если бы... Я вообще очень критично... Ну, такая... Как сказать? Ну, с подозрением ко всему отношусь. Просто я считаю, что если школа достаточно старая, то было время у ее организаторов, у самых старых учеников позаботиться о том, чтобы доказать некие вещи, которые озвучиваются, которые... Ну, через которые идет позиционирование школы. Я не имею в виду сейчас тоже и нашу школу. Я думаю, что это любая школа могла бы сделать. Но почему-то нигде, ни в какой школе, потому что это было бы явно доказано, известно. Вот эти нематериальные какие-то типа верхние уровни, они никак не доказаны. Ну да, мы там сидим, медитируем, у нас самые глубокие ретриты проходят в Шаолине, да, но... Я вижу хвост. Да, это вот, это новый кот, это вот хвост пришел, иди сюда. Это новый наш хвост, иди сюда, посмотри, какая красота. Но все равно какое, по идее, чего они, да, класс, чего они должны достигнуть? Вот мы медитируем, медитируем, какое-то есть состояние, в нирвану выпастили, или что? У нас как бы уровни практики заключаются в том, что сначала ты достигаешь там состояние тишины, потом ты достигаешь состояние паузы, через состояние паузы ты выходишь, ну, выходит душа. Куда? Из тела. Она выходит из тела и начинает познавать мир на тонком уровне. И к этой душе сразу, поскольку ты принадлежишь школе, как бы подключается духовный учитель, который эту душу начинает учить. Но все дело в том, что, например, и она начинает работать на такие макрокосмические уровни, у нее появляются макрокосмические задачи. Например, из того, что я считаю, можно озвучить, потому что это напечатано, у нас есть такие тоненькие брошюрки, рассказов мастера нашей школы, которые, не он, конечно, написала, за ним написали, потому что его авторство. У нас нет ни одной книги, хотя в нашей школе по всем уровням, по каждому из четырех уровней у нас есть книга, уже с переизданиями и так далее. Это не авторство нашего мастера, это все равно за ним написали. Но вот там, например, есть такие истории, когда мастер, например, там ходил, гулял, пришел в область, где почувствовал, что необходима его работа, оказалось, что когда-то в этой местности погибло очень много людей и очень много насильственной смертью, и очень много душ находились здесь, и они не могли уйти никуда, они здесь страдали. И он при помощи своей работы переместил эти души из нашего мира туда, где им было положено находиться. Или такая история, что у мастера есть ученики не только на нашем плане, а к нему может прийти заблудшая душа. Это тоже все разговорчики такие, но если уж ты спросила, то есть как бы я рассказываю только то, что я прочитала. То к нему может прийти душа, которая самоубилась, грубо говоря, или умерла тоже какой-то неожиданной насильственной смертью, из-за которой она не смогла переместиться ни в нижний мир, ни в верхний мир. Потому что душа должна развиваться, она двигается с нижнего мира в верхний и по кругу. Ну это в нашем, в цигунистическом миропонимании. И у мастера, значит, может быть учеником не только человек, но и вот такая душа, которая может заниматься благодаря ему и развиваясь, все-таки там переместиться, достигнуть каких-то своих тоже высот и не мучиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова